Креги, завершился матч между Трактором и Салатом Иваевым. Подводим итоги вместе с главным тренером Уфинцев, Томми Ламса. Томми, пожалуйста, ваши комментарии по игре. Томми, пожалуйста, о том, что происходит в игре. Спасибо. Окей, это было... Даже игра сегодня. И мы начали немного немного. Первый турнир был очень плохим для нас сегодня. Я не знаю, что это причина. В следующий турнир мы начали играть. И мы победили огромный гол. Но сегодня, как большая фотография, начали медленно и много пеналтий. Поэтому Трактор сегодня получил 2 пункта. Это все. Забили очень важную шайбу. Думаю, что сегодня ключом к успеху хозяев стало как раз таки то, что мы много удаляли сегодня. И играли достаточно медленно. Поэтому Трактор сегодня забирает 2 члена. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Здравствуйте. Есть. Да-да-да, пожалуйста, задавайте. Ну давайте я. Расскажите, пожалуйста, сначала о плане на овертайм. Не атаковали даже до удаления. У нас шайбы не было. Сложно атаковать, когда у тебя нет шайбы. Как определяли тройки меньшинства в овертайме? Почему не выпускали Кадейкина? Он же лучший по образованию. Там Грану, там они на двоих одну только выиграли. Как вы решили, кто будет играть в ПК в овертайме? И почему не был Кадейкин, кто лучший фейс-офф в вашей команде? Наши лучшие игроки для ПК сегодня играли в овертайме. Я считаю, что сегодня наши лучшие игроки играли в меньшинстве в овертайме. Хорошо, и два более общих вопроса. Сегодня не было Семенова. Он этой зимой сыграл всего пять игр. До этого играл более регулярно. Как вы определяете, сыграет ли он в том матче или нет? Как вы определяете, сыграет ли он в том матче или нет? Что ты можешь сказать о Семенове? Он только 5 игр в этот сентябрь. Как вы решили, он будет играть или нет? Мы смотрим, как мы продолжаем. Когда мы путешествуем на Хабаровске. Но сейчас мы имеем сильный фейс-офф, и мы имеем сильный фейс-офф. Так что сейчас нужно играть очень хорошо. Если вы хотите получить место в нашем лайнапе. И мы идем дальше и дальше. Так что мы больше не трогаем. Это одна вещь. Чем дальше мы будем двигаться по сезону, тем меньше у нас будет перестановок в составе. Поэтому у нас много сильных защитников. И здесь нужно себя хорошо проявлять, чтобы быть в основе в составе. От меня последний вопрос. Каковы локальные цели на остаток регулярки? Что хотите улучшить? Спасибо. What's the goals for last period of regular season? What do you want to develop, maybe? For sure, we need to stay fresh. That's the one thing. So we need to practice smartly. Second one, we travel a lot. We have six road games. That's a really, really challenging thing. That's why I said we need to practice smartly. One thing, for sure, we need to get more points every night. We want to win the game. We want to improve our game like a big picture. One big thing is special teams. Faceoffs, 5-1-3, 3-5, 6-4, 6-5. Things like that. В общем целом, нам необходимо при встрече при таком календаре стараться оставаться свежим, поэтому нам нужно тренироваться с умом. Не стоит забывать, что нам нужно набирать очки. Поэтому уделять будем очень строго своим вниманием таким вещам, как на игре 6-4, 5-3, 3-5 То есть исключительно в случае на льду, и плюс будем, конечно же, смотреть и меньше, что мы большинство. Спасибо. Коллеги, был вопрос из-за пресс-конференции. Пожалуйста, Александр Ярухин. Good evening. Скажите, пожалуйста, во втором периоде команда действовала очень агрессивно против игроков «Трактора», особенно против Томаша Гики и Виталия Кравцова. Прокомментируйте, пожалуйста, эту ситуацию, почему так произошло. Ваши игроки в втором периоде были слишком агрессивны, может быть, особенно против Гика и Кравцов. Есть несколько слов о ситуации? Нет, я думаю, это было нормальное, что я не знал. Иногда есть много эмоций, и я не видел ничего особенного. Комендарь нанесла очень много бросков по воротам Ивана Федотова, но, к сожалению, забросил только одну шайбу. С чем это связано? Это слабая игра на падение или хорошая игра обороны соперника? Я думаю, две главные причины. Во-первых, хорошая игра Федотова, у «Трактора» отличный воротарь, ну и плюс «Трактор» в общем хорошо умеет защищаться. Спасибо. Коллеги, было еще вопрос? Да, есть вопрос. Денис Тейпов, Горобзор. Томми, объясните, пожалуйста, почему в третьем звене снова играет Картаев? Ноль по всем показателям и только 36% в Брасме. Чем он лучше других молодых игроков? Никто не понимает. Все? А, again, about Kartaev, he's a bet in the face-offs again, so why is the reason why he played again? Because I trust him. He's one player in our team and one of our sentiments, and I trust him. That's why he's playing. Я ему полностью доверяю, поэтому он выходит в третьем звене. Вот такой ответ. А вас не беспокоит, что второй матч подряд, кроме легионеров, никто не может забивать? Российские тройки играют со счетом 0-0 в свои микроматчи. Don't you worry about Russian players, because just for results, just import players scores every time. What about Russian players? Don't you worry about it? I think a few games ago, Russian players scored a lot of goals, and we have a good team, and I trust our team. And for sure, we practice every day that. Our team is stronger and stronger every day, and we're going toward play-offs, and we need to be ready. Совсем скоро play-offs, and we need to be ready to play-offs, and we need to be ready to play-offs. So I trust everyone in our team. If you remember, a few games ago, the Russian players were well expressed in a lot of goals. And the last question. What is the reason for such a fast-pushed shayb with the first one? Do they have a problem in your defense game, and do they have a problem in your defense game? Do they have a problem in your defense game, and do they have a problem in your defense game? So don't you worry about the situation? I think we have enough time to fix this problem, and boys need to play stronger defense for sure. And it's been a long season so far, and if we check how much so far these guys, how much they help our team, So it's a huge effort, so I think, like I said, when we go further, there is enough time to fix this detail, and they are like a strong unit again. So we have time to do it, and we have time to do it, and we have time to do it for the first one to do it. Thank you, colleagues. Thank you, Tom. Thanks, guys. We're going to continue with our press conference. We're going to talk to you with the main trainer Tractor. Anwar Kivich, can you please comment on the match? It's a very simple match. Всегда игры с салаватом проходят в упорной борьбе. Но, опять же, повторюсь, знали сильные стороны соперника, постарались сыграть строго в обороне, не дать там много моментов, чтобы у нас было, в принципе, где-то получалось. Вот, терпеливо сыграли, сами создавали моменты. Ну, рады, нужные два очка, рады победе. Вот, слава благодарности команде, ну и, конечно же, нашим болельщикам за поддержку. В овертайме салават практически вообще не имел шайбы ни одной секунды. То есть, бывали установка дорожить и доводить до верного? Ну, конечно, да, в овертайме 3 на 3 играют, здесь преимущество имеют те, кто владеет шайбой, поэтому попросили ребят, что какой-то риск исключить, больше играть шайбы у нас-то получилось. Ну, и использовали большинство. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Михаил, здесь «Спортэкспресс», Анар Фаилович, «Победа». Будет такой вопрос. Было много эмоций во втором периоде и таких моментов горячих. Как вам удалось вообще удержать от того, чтобы это вылилось в какой-то открытый конфликт, потому что казалось, что Евгенко как минимум готов? Ну, это хоккей, никто не хочет уступать, поэтому эмоции, в принципе, за грань ничего не вышло, хорошая игра, как бы особых слов не приходилось находить. В перерыве поговорили, что не надо хватать, чтобы эмоции не перехлёстывали, в принципе, нас слышали и хорошо провели третий период овертайм. Спасибо, коллеги. Еще вопросы? Да, есть вопросы. Да, пожалуйста, Олеся. Евгенко был заявлен в первом зоне сегодня, такой подарок дню рождения, и почему он не выходил в третьем периоде? Мы решили перейти на игру в три пары, поэтому где-то Олега придержали, но в любой момент он готов выйти, но доигрались в три пары. Спасибо. Коллеги, будут еще вопросы? Конечно. Здравствуйте. Вы сказали о сильных сторонах Салавата. Какие можете назвать? Можно ли сказать, что вы в первую очередь сегодня пытались лишить команду соперника контроля, и поэтому так здорово сыграли на выбрасываниях? И вот, как уже было сказано про овертайм, но не дали сопернику даже в зоне выйти? Ну, сильные стороны атака у соперника знали, что нацелены на атаку в большей степени, поэтому готовились сыграть строго, не давать где-то контратаки. Ну, а то, что владеть шайбой, мы перед каждой игрой говорим, что контроль шайбы должен быть лучше, чтобы мы могли создавать моменты. Вот, но сегодня у нас получилось. Окей, спасибо. На игре своей команды, поэтому тяжело ответить. Спасибо. Есть второй вопрос. У Салавата уже два матча подряд не забивают российские игроки. Вы делали особый акцент в связи с этим на легионеров, зная, что у россиян мало что в атаке получается? Ну, честно говоря, даже не знал об этом. Больше сделали упор на свою игру. Да, какие-то моменты там были, обратите внимание на что по сопернику, но большинство предоточились на своей игре. Спасибо. Есть вопрос. Ерехин Александр, здание ВТР. Сегодня команда намного лучше играла в обороне, чем в прошлой игре. Это была проделана работа над ошибками или решили таким образом подстроиться под соперника? Ну, мы, конечно, хотим, как, наверное, любая команда, как можно меньше допускать ошибок в обороне и больше создавать. Ну, в прошлой игре что-то не получилось, там пропустили контратаки. Вот, конечно, разбирали игру и мы всегда это делаем после каждой игры. Вот, хорошо, здорово, что ребята нас слышали, сыграли сильно строго и допустили минимум ошибок. Сегодня также отсутствовал Артем Шварев. Это связано с тем, что он не попадает в состав? Ну, молодым тяжело проводить все игры на одном уровне. Вот, поэтому дали возможность передохнуть Артему. Лукин одевался после тринадцатым. Вот, но игра так сладо, что не было возможности где-то дать ему сыграть, поэтому... Спасибо, коллеги. Спасибо, Анвар Афеевич. Есть и вопрос еще, Антон. Олеся Усова, да. Оберга, он долго не мог забить, довольный тому, что наконец получилось у него свой момент реализовать. Как вообще его игру оценить? Оберга. Ну, правда, моментов много создает. Где-то не хватало, наверное, завершения. Сегодня забил, очень рады. И тем более важный гол, который принес нам два очка. Но еще раз отмечу всю команду. Все сегодня сражались с первой до последней секунды. Спасибо. Есть еще вопрос? Скажите, пожалуйста, была ли установка в третьем периоде еще более тщательно сыграть в обороне по сравнению с двумя первыми периодами или нет? Продолжай в таком же духе, как первый, да. Ну, здесь такого задания нет, что вот только на оборону мы понимали, что... Мы понимаем, что всегда играем на победу. И там, наверное, голы придут, если мы будем и атаковать тоже. Поэтому, да, установка была – цепляться за любую шайбу, играть больше в зоне атаки, создавать моменты, угрожать. Ну, и, конечно, не забывать про оборону. Еще раз повторюсь, если в прошлой игре мы допустили ошибки и соперник с контратак забил, то сегодня сыграли строго и не дали какие-то возможности соперника. Спасибо, спасибо, коллеги. Спасибо. Уважаемые коллеги, здравствуйте, с нами нападающий Салат Илаева, Маркус Гранлунд. Пожалуйста, давайте сразу к вопросу перейдем. Первый вопрос. Вы были на льду, когда трактор забрасывал в овертайме. Прокомментируйте весь овертайм в целом, что пошло не так, почему вы не могли войти в зону и саму шайбу. Уважаемые слова об овертайме. Вы были на льду, без пак, и какие-то слова об Овертайме. Да. Обычно в овертайме, когда вы принимаете пенальти, это всегда трудно играть против 4-3. И они победили, и это все. Хорошо, что мы получили. Соперник выиграл в первый раз в овертайме и завладил шайбой, поэтому вы были на льду. Какой момент был овертайм в овертайме? Да. Мы потеряли первое фейс-офф, и они играли в овертайме, и мы не могли бы его вернуть. И это было 3-3. Это то, что случилось. И они были лучше сегодня. Соперник выиграл в первый раз в овертайме и завладел шайбой. Поэтому мы не смогли, к сожалению, их завладеть в ответ. После этого случилось удаление. Всегда в овертайме при ситуации 4-3 сложно обороняться. И соперник сыграл сегодня хорошо и использовал шансы и выиграл. Они пропустили ранний гол с первого боярска, причем потом долго не могли забросить. Как это повлияло на охоту игры, имея эту раннюю шайбу? Что вообще сегодня было сложнейшим в матче? Операник сыграл в первой шайбе. Это было очень много времени. Это было очень много времени. Как это было тяжелым моментом в матче? Поехали. Да, это не было лучшим начнем для нашей команде. Но я думаю, что после первого периода мы получили лучше. И мы вернулись в матче. Но, конечно, мы не могли победить. И это все. Пятерка, причем 5 на 5. Почему? 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 Может быть, основная причина для того, что у вас есть в первой шайбе, чтобы позволить оборудоваться? Это очень хорошая вопрос. Я не знаю, что мы должны решить это. И попробуем победить в следующий шайб. Да, это хороший вопрос. Нам сейчас надо над этим поработать. Выяснить все-таки ключевые причины, почему мы пропускаем. И постараться в следующей игре уже победить. Есть вопрос. Денис Тейпов, Горобзору. Здравствуйте. Вам не тяжело каждый матч физически играть по 20 минут? Вы практически с площадки не уходите. Больше всех играете. Ну, я имею ввиду, все перерезено. Вы не чувствуете физически тяжело, когда вы играете много времени на айс, около 25 минут. Я говорю о первой шайбе. Нет. Я думаю, что каждый хочет быть на айс. И поэтому мы работаем каждый суток. И я чувствую, что я чувствую хорошо. И вы всегда хотите быть на айс и играть. Я думаю, что каждый хочет, наоборот, на льду находиться и играть. Тем более для этого было все лето. Конкретно я готовился к тому, чтобы как можно больше на льду находиться. И поэтому для меня проблем физических нет. Комментируйте, пожалуйста, первую шайбу. Вы не стали выходить на Бейлин. Вы остались в полу-опозиции. И практически из-за вас пришел этот первый гол. Как вы видели этот гол и разобрали его, сделали выводы? Как вы считаете первой шайбе из-за вас? Я думаю, что Бейлин был рядом с вами. И вы не решили идти к нему. Это было очень сложно сейчас прокомментировать. Я считаю, что соперник хорошо действовал и забил хороший гол. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, разрешите вмешаться с нами. Защитник Салати Лайва, Филипп Ларсон. Пожалуйста. Вопросы. Еще раз. Филип Ларсон. Филип Ларсон с нами. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Если таковы имеются. Да, есть, конечно. Здравствуйте. Азамар Шевуков. Медиа Коросеть. Первый вопрос. Он достаточно общий. Удобнее ли Салавату Лайву играть в открытый, такой атакующий хоккей, чем то, что было сегодня. Вязко, много борьбы, постоянное единоборство за шайбу, очень мало бросков? Да. Можно сказать, что Салавату Лайву играть в открытый хоккей, чем то, что сегодня это было слишком тяжелым, слишком тяжелым хоккейом? Какой играет так? Как joints. Как и легкие хоккейки. Как один из командов? Вы? Я, как и группа, как и клуб, как они должны быть сочнены. Я думаю, что вы, как 팀, чтобы вы играли на оборудование. Вы, как, как и клуб. Так иногда бывает, такие бывают игры, однако мы должны уметь играть совершенно в обоих направлениях, что играть в открытый хоккей, что взламывать такие насыщенные обороны. Но да, согласен, что возможно для болельщиков веселее, когда идет открытый хоккей и много шайба, и взаимоопасные атаки соперников. Второй из трех вопросов уже был задан в Грандлуду. Достаточно часто в последнее время пропускают первая пятерка. Как вы считаете, в чем проблема? The last time a lot of opening scored, when you were on the ice, your first line, so what do you think about the main reason? Why? I don't know. I think, I didn't think we started that well, our line today. We got better as the game went on. About the first goal, I think they made a great play. Obviously, I'm a defenseman. I maybe should have seen it coming. I didn't see the pass when Baelin passed the puck. I think Mane went down to cover the ice, and I didn't see the puck going across. So, they made a nice play. Yeah, I agree with you. Now, it's still hard to answer, on what kind of a reason. We're not going to start with the situation. That's the case of the goal of the opponent, so I, unfortunately, didn't see the opponent. Mane went to play to play to play, to play play with Baelin. Shive passed away, and the opponent made a good goal. Why last time you started slowly? What's the reason Tommy Lamsa said to you? Why? What maybe changed something? Well, if I knew that answer, I would like to know it. I don't know. I don't think we played bad, but we could have started better. But I think they came out fast, and got the momentum a little bit, and I think we were working on getting it back, and I also think we did during the game, but we didn't manage to score today, so we're going to look forward and see if we can get two points next game. In the game, we, of course, we can get two points next game, so we can get two points next game. But, of course, it's hard to answer, on what kind of a reason it's going to happen. But if we're talking about the game, then, despite the fact that we lost the goal, the opponent started a very aggressive match. However, we then managed to prove character, we managed to get the match. But, unfortunately, more than one, we can get one. What do you think about this moment, on your lane? No, I don't think there is a bad chemistry. I think we have done a lot more good things than bad things so far this season. Of course, every time you let in a goal, you have to analyze it and see if there's things you can do better. And I think we're doing that, so I'm not worried. But, of course, it sucks when you get scored on. But you will always try to get better next game. Yeah, it's very nice when your team passes, when you're on the field. However, in the season it happens, when you're on the field, when you're on the field, you're on the field or you're on the field. So, I think, like before, we always have these moments. I don't think we have a bad scheme between us. I think we can improve the situation and analyze it. Without Umarq, in this season, you've started to connect to attacks. Although, I'm so much connected, but even more. Can you say that it happened because of the fact that Granunt is better playing than Umarq in defense? Without Umarq this season, you play often in offense. So, we can say that Granunt plays more in defense for you sometimes and can sometimes save moments for you because you play in offense. I'm sorry, can you ask that question again? Without Umarq this season, you can play often in offense. Without Umarq, I can play in offense? Yeah, more in offense than previous season. So, can we say Granunt play better in defense this season than Umarq last time? Because sometimes he maybe just do your work? Honestly, I don't even know why I'm getting this question right now. Do you understand the question or it's a problem question? No, no, I understand the question now. But I don't understand that we're talking about Umarq right now. He's not on our team. But, yeah. Maybe just try to compare a moment with Granunt and Umarq. I'm not the judge to compare those two players. I think both are great individuals. And I think Granunt is a great fit in our line. I think Granunt is a great fit in our line. But, as regards to Umarq's game, I think it's two great hockey players. In general, I think it's two great players. In general, I don't appreciate it. So, I think the question is исчерпывed. Well, colleagues, if there are more questions, thank you very much. Let's go. Okay, thanks guys. Thank you. Thank you. We play good game. Huge two points for us. Great win at home. И, знаете, у нас есть много вещей для строительства после этого игры. И, знаете, у нас есть 2 очень тяжелые игры на дороге, поэтому мы должны быть уверены, что мы играем так же на дороге. Томаш, does it matter to you that you have already gained 5 points in the last 3 games, or it is the team result that matters for you most? Obviously, the team result matters more than my individual points, and, you know, it doesn't really matter who scores. It's me now, we can be someone else the other game, so it's good that we're winning and we want to make sure that we're in a good spot for playoffs. Разумеется, командный результат для меня важнее, чем мои очки. Я не считаю, что это важно, кто из нас забивает гол. Возможно, в этой игре это был я, в другой игре это будет кто-то другой. Самое важное сейчас нам попасть на хорошее место, чтобы выйти куэлов. В овертайме трактор очень дорожил шайбу, практически не отдавал. Я бывал ли это командный тренерского установка, либо так сложился в овертайме. В овертайме трактор контролирует пак. Было ли это ваша request от команды, или это просто так случилось? Я имею в виду, вы идете туда, 5-1-3, если вы хотите score. Вы знаете, у нас нет плана, мы просто хотим, чтобы мы score. И, вы знаете, мы поставили хорошие игроки на хорошее место. И, вы знаете, мы победили, наконец, 4-3. Так что, это хорошо для нашего игрока. Какого-то особого плана не было. Мы просто вышли с одной целью, с целью забить гол. И у нас вышли хорошие игроки на лёд, поэтому, собственно говоря, мы забили гол 4-3. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Есть вопрос? В команде в судом даются голы в большинстве. Как вы объясните, вообще игру в большинстве, чего не хватает? В команде 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 в команде. Какие вы думаете, причины, и как команда должен сделать, чтобы это улучшить? Если бы я не знал ответ, то бы я бы сказал. Но я думаю, что мы должны быть более простыми. Мы получаем более шаги и грязные обороны. Мы получили сегодня 4-3, поэтому, надеюсь, мы получим более 5-4. Как в целом оцените домашнюю серию три победы в четырех матчах? Как вы можете сказать, в целом, о этих матчах, как мы получили три победы в четыре матча? Это было хорошо. Мы победили 3-4. Это всегда лучше играть в домашнюю серию. Мы получили хорошие фанаты. Как я уже говорил, мы победили два игровых матчах. Это очень тяжелая матча. Мы хотели вернуться и играть в домашнюю серию и победить некоторые игры. Я считаю, что мы хорошо провели домашнюю серию. Как вы уже сказали, что мы выиграли три игры из четырех. И, разумеется, всегда комфортнее играть дома, так как у нас отличные болельщики. Как я уже сказал, нам предстоит достаточно тяжелый выезд, после которого мы вернемся и также надеемся продолжить хорошо играть дома. Спасибо. Гореги, будут ли еще вопросы? Да, у меня есть вопрос. Денис Тейпов в горообзору. Прокомментируйте, пожалуйста, столкновение с Жарковым, что там произошло. Показалось, что вы его вообще не видели. Что ты говоришь о моменте, когда Жарков выиграл на него? Что случилось? Потому что я чувствовал, что вы не видели его. Это трудно сказать. Обычно я не видел его. И я не видел его. Так что он меня видел довольно хорошо. Это вопрос больше о чем-то. Но, знаешь, это трудно сказать от точки зрения. Но я думаю, что он меня видел довольно хорошо. И это очень дорогой. Но, как я уже говорил, это вопрос больше о чем-то. Если честно, мне сложно ответить на этот вопрос. Я была без шайбы. Возможно, думаю, что игрок меня видел. Но я считаю, что в этом вопросе судей не виднее. Еще один вопрос. Вам не показалось, что Салават сегодня... Не то что грубо, а даже в грязном в некоторых ситуациях играл. Убили Кравцова грубо возле борта. Били вас. И у вас с amph Saint-Hermgas темой модели coverage. Не смотря на эфир. It's... В тех выг motivation είναι, что именно это такое игра. Прhnитivamente это 상황. Я думаю, этот дэвид ответ happens больше на это, Если честно, я не думаю, что игра была слишком грубой или грязной. Опять же, игры такого плана, это все равно, что игры было достаточно тяжелой. И такие элементы, разумеется, будут случаться. Но опять же, это работа судей решать, как что было. Так что да, как я уже отметила, это игры формата клоуов, поэтому может только играть. Спасибо, коллеги. Спасибо, Томаш. Спасибо.